Слава Господу, братья и сестры! Анатолий Андреевич передо мной сказал коротенькую проповедь в адрес мужчин, который хотел бы немного защитить. А то так получается, что только женщины все делают, а мужчины ничего не делают. Я думаю, что просто Бог наш, который мудрый, очень мудрый Бог, Он создал и мужчину, и женщину, и каждому вложил свое. То, что может понести женщина, тяжело нести мужчине. То, что может понести мужчина, не всякая женщина сможет. Потому что Бог определил для каждого свое, правда же, мы это знаем. Такой маленький пример иногда даже бывает. Бог настолько заложил, женщина понимает детей, у нее хватает терпения. Иногда утром муж проснулся, жена говорит, что ребенок плохо спал, я раз в 10 поднималась, а мужа не слышал. Но не потому, что он такой ленивый, не хотел подняться, он даже не слышал. А она чуть шорох услышала. Садятся кушать, где большая семья, там дети, кто-то любит пить чай, кто-то компот, кто-то хочет молока, а мама хватает терпения всем им дать. Остается папа с ним, они пьют все одно, или компот, или чай, или вообще ничего. Так что, ну, каждому свое, правда. И слава Богу за то, что Бог нас такими создал. Ну, не об этом сегодня моя речь. Я хотел бы предложить нашему вниманию место священное писание. Это послание Иакова с первой главы. 26-27 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать, то есть замечать, видеть, сирот и вдов в их скорбях, и хранить себя неоскверненным от мира». Думаю, что знакомое нам место писания. Греческое слово, которое вот здесь стоит в этом месте писания, в нашем языке переведено как «благочестие». Оно еще более так открыто объясняет на наш более понятный язык. «Это почитающий Бога, набожный, религиозный». Так что если кто из вас думает о себе, что он человек, почитающий Бога, он набожный человек, он религиозный человек, но при этом он не обуздывает своего языка, то он говорит, что это пустое благочестие. И дальше он объясняет, что если это наше благочестие выражается в почитании Бога, то есть каким-то видимым, таким только посещание церковь, какие-то ритуалы, обряды церковные. Иакова объясняет, что самое правильное почитание Бога – это замечать тех людей, которые находятся в нужде бедных людей, ну и при этом себя хранить чистым, неоскверненным от мира. Опять же слово такое «осквернённый», оно значит это обесчестить, сделать нечистым или опорочить. Ну а чем вообще мы можем себя осквернять? Ну, своими поступками, правда? А моральным поведением. Ну и нередко, конечно же, нередко нашим языком, нашей речью. Я думаю, что многим из нас приходилось встречать людей или человека какого-то, о котором мы слышали что-то, имеем своё какое-то определённое мнение, а может, никакого мнения. Но услышав его разговор, его речь, его беседу с кем-то, его слова, которые он употребляет, у нас меняется мнение об этом человеке. То есть бывает нередко, к сожалению, если мы имели какое-то мнение об этом человеке, что он такой правильный, мудрый, он сдержанный, но вдруг услышали, как он ругается с кем-то, при этом употребляет какую-то бранную речь, то авторитет этого человека моментально падает в наших глазах. Я думаю, что приходилось вам такое замечать, правда? То есть человек этот себя таким образом опорочил, осквернил. И вот апостол Иаков предлагает каждому из нас, вот сидящим в этом здании, такую проверку или такое слово. Если кто из вас думает о себе, а думаем мы часто о себе, правда? Мы часто о себе думаем. Мы оцениваем себя, имеем какую-то самооценку. Мы оценим свои мысли, свои поступки, свои слова. Правда, не всегда, но бывает, мы делаем вот эту оценку. И иногда, когда наша совесть нас беспокоит, нас осуждает за какие-то поступки, за какие-то слова, ну то мы или спешим каяться, правда, или же в худшем случае пытаемся эту совесть заглушить. Что нередко, к сожалению, бывает и такое. И, конечно же, если человек заглушает эту совесть один раз, второй, третий, то со временем эта совесть, эти чувства притупляются, совесть наша замолкает. И иногда человеком разговаривая, беседая, говоря о том, что он что-то делает неправильно, он говорит, что, ну а написано, если сердце твое не осуждает тебя, значит и Бог. Меня ни сердце, ни совесть за эти поступки не судит. И у меня тогда возникает вопрос к этому человеку, а слушай, а ты вернись в начале, когда ты сделал или сказал это, или сделал впервые, первый раз. Вот это индикатор. Как тогда? Что тогда? Ты боялся, чтобы не узнали? Ты переживал? Тебе было неспокойно? Совесть твоя мучила? Значит, это неправильно перед Богом. Так что, ну, тем не менее, иногда мы просто можем, думая о себе, оценивать себя, смотря на поступки других людей. И этим самым как бы оправдывать себя. Говоря, ну что, ну, если я не по Евангелию себя оцениваю, а по поступкам других людей, то я думаю, ну, я-то не делаю таких вещей, которые делают вот люди, вот тот человек или тот человек. Вот, я намного лучше такого человека. И таким образом мы о себе думаем о том, что, ну, я вполне нормальный, порядочный христианин на фоне тех людей. То вот Иаков говорит нам и предупреждает, «Если кто из вас думает так о себе, то будь внимателен». Если кто из вас думает о себе, о том, что я довольно неплохой человек, я ничего плохого не делаю, а наоборот, у меня есть хорошие поступки в моей жизни, и он говорит, но при этом человек не наблюдает за своей речью, за своим языком, не обуздывает там такое слово употреблено, то это все будет пустое и напрасно, в пустое, не обуздывает. Я не знаю, все ли сидящие там в зале знают, что такое слово означает «обуздывать». Слово «узда», «уздечка». Это такое приспособление для лошадей. Вот, на английском оно звучит «bridal». Да, знаете, молодежь, что такое? «Bridal», если я правильно произнес. Уздечка – это такое приспособление, которое вставляется в рот лошади, прикрепляется еще кожаные ремешки такие и управляется. Кстати, Иаков в третьей главе, когда он говорит о языке, то он там употребляет это слово. Говорит, мы вкладываем удила, он называет таким словом, в рот коней и таким образом управляем всем его телом. Итак, человек маленькое приспособление вложил в рот этой лошади, и огромные животные, несколько раз превосходящие размерами и силой человека, подчиняются человеку. И он говорит это самое о языке, что его можно контролировать. И вот человек, который этого не делает, то у него будут проблемы в жизни. Будут проблемы. Но вот вопрос в том, как часто, например, мы задумываемся об этом, когда мы позволяем нашему языку очень быстро, очень много шевелиться в нашем рту. это такая часть тела, которая не имеет костей, очень изгибчивая. Сегодня, к сожалению, нередки случаи, когда, например, мы можем слышать, можем наблюдать группы людей, христиан, они где-то собираются вместе. Это хорошее, неплохое, такое, как бы сказать вам, качество, когда люди группами собираются где-то на темпы, где-то на берегу океана, на берегу озера, но когда при этом слышишь, что люди начинают позволять себе употреблять какие-то острые напитки, но я не имею в виду спайси, но вы понимаете, о чем идет речь. Ну и при этом они начинают употреблять потом уже, когда язык развязывается, уздечка вот эта слетает, люди начинают употреблять нехристианский лексикон, это грязные слова, которые порочат, которые человека делают порочным, грязным, если так духовно посмотреть. То есть люди говорят слова, которые не присущи христианам, которые неприличны христианам. И люди не задумываются над тем, что этим они себя оскверняют. В 33-м псалме псалмопевец Давид говорит такие слова. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас, хочет ли человек жить и любит ли до долгоденствия, чтобы видеть благо?» Ну, другими словами сказать так, нравится ли человеку жить, хочет ли он жить, жить долго и хорошо? Совет такой, удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Это первая ступенька, начало, с чего надо начинать? Почему-то обращается не к каким-то действиям, поступкам, чему-то такому аморальному поведению, возможно, он говорит, если ты хочешь жить хорошо и долго, чтобы у тебя было все нормально, жить, чтобы была твоя благословенная, вот с чего начинай. Первое, зачем наблюдать? «Удерживай, обуздай язык свой, удерживай язык свой от зла, уклоняйся от зла и делай добро». Дальше уже идут поступки и действия. «Ищи мира и следуй за ним». Петр немножко по-другому говорит, но почти то же самое. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство». Опять обращается к нашему языку, к нашему разговору. «Напротив, благословляйте» это тоже часть нашей речи, говорить благие слова, хорошие слова в адрес какого-то человека, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей». Опять же, призывает нас следить за нашей речью, за тем, что мы говорим, за нашими словами. Вы знаете, когда-то еще был молодым, живя на Украине, была такая возможность, которую многие, кто жил в эти годы, начало 90-х годов, помнят и знают, ее использовали, когда можно было проводить евангелизации в разных местах, среди разных людей. Ими долгое время посещали несколько тюрем в Запорожской Днепропетровской области, проповедовали там Евангелие. Поэтому немножко сталкивались с этими людьми, которые там сидели. И что интересно, я заметил, что вот в этих людей есть одна очень хорошая черта. Казалось бы, в преступников не может быть ничего хорошего. Но у этих людей есть одна хорошая черта. Они не бросаются словами просто так. Кто посещал этих людей, кто там бывал, они знают. Там просто так слова не говорят. Там за каждое слово потребуют отчета. Там тебя могут поймать легко на каждом слове. Поэтому человек, прежде чем что-то сказать, он хорошо подумает, потому что придется дать ответ. Потребуют отчета. И с нас то же самое, дорогие мои братья и сестры. Потребуют отчета. А вот мы иногда бывает такое, ну разбрасываемся своими словами, налево-направо, не наблюдая, не контролируя, не думая над тем. Мы можем унизить человека, мы можем высмеять человека, мы можем оскорбить человека, притом вот в присутствии других людей. Ну а потом, да что ты так принял серьезно? Я просто пошутил. Ну бывало такое вам слышать? Проходило свой адрес или в адрес кого-то рядом. Я просто пошутил. Ну нередко шутки заканчиваются очень печально. Потому что по-разному. Я недавно приводил пример, я не хочу его повторять, когда один человек пошутил в адрес другого по поводу жены. Помните, да? Недавно у нас, по-моему, стих был или песня, там такие слова я заметил. «Не говорите слов плохих вы никогда, они, как стрелы, ранят сердце». Не говорить. Кажется, слова. Это же не оружие. Это просто-напросто слова. Подумайте, например, что мы говорим в адрес своих детей. Иногда, когда они нас разозлят, когда они что-то сделают, когда они поступят не совсем правильно. Мы говорим, ну в кого ты такой вдался? У тебя никогда ничего толком не получится. Да ты никогда ни за кого хорошего замуж не выйдешь. Или никакая нормальная за тебя не пойдет. А потом с записками засыпаем кафедру, потому что не ладится жизнь у наших детей. Но мы же об этом говорили. Подумайте, вот я просто хочу, чтобы каждый сейчас подумал над собой, над нашей речью, над нашими словами. Что и как мы говорим. Мы можем, услышав какую-то нехорошую новость, быстро ее разнести. О каком-то человеке. К этому еще добавив, приукрасив, чтобы она как-то впечатляюще выглядела, чтобы она вес придать этим словам. Чтобы оно было интереснее как-то. Мы можем, как я уже сказал, в адрес какого-то человека сказать слова плохие, не задумываясь над этим. В присутствии других людей. А потом, когда что-то не так, или нас обличили, что неправильно, ну ладно, ты извини, я беру свои слова назад. Вам приходилось такое употреблять выражение или же слышать? Я беру свои слова назад. И мне как-то я задумался и подумал, а как это возможно? Вот как это? Взять слова назад. Слова сказаны, они улетели куда-то. Как их можно взять назад? Тем более, если они были сказаны в присутствии людей, и они остались в сердцах, в сознании этих людей, о ком-то, какое-то мнение. И я говорю, я возьму свои слова обратно. Давняя история, наверное, вы помните, я так вкратце напомню, когда один человек оклеветал другого, много наговорил плохого, но потом пришел к нему с покаянием, что он был неправ, он виноват. А тот ему говорит, слушай, хорошо, я тебя прочтю, ты приди ко мне, когда будет очень ветерная погода. И тот человек пришел тогда, когда был сильный ветер, этот хозяин разорвал подушку, говорит, возьми перьев, сколько ты можешь в свою руку. Он взял, а сейчас вот с балкона пусти их. Он отпустил. Ну, естественно, ветер подхватил, перышки разлетелись. Он говорит, ну, сейчас пойди пособирай, и тогда мы поговорим о прощении. Тот говорит, ну, так это же невозможно. Он говорит, вот так это наши слова. Мы сказали их. Поймать их, вернуть, как мы говорим, забрать назад, на мой взгляд, кажется, это невозможно. Итак, Матфея, 12 глава, 36 стих, слова Иисуса Христа. «Говорю же вам, что за всякое праздное, пустое слово, слово, которое мы сказали, но не сделали то, что пообещали, не сделали то, что говорили, какое скажут люди, дадут они отчет, ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». Вот смотрите, такой пример, или вопрос каждому из нас. Вот как бы мы поступили с человеком, например, когда человек подошел к вам, знакомый или незнакомый, ну, попросил, ну, скажем, он попросил у вас денег, сказал, слушай, займи мне там 100 долларов, или дай мне 100 долларов, мне надо срочно там что-то заплатить, у меня проблема, если этого не сделаю, все, ну, завтрашний день, все будет, беда, проблема, и я говорю, ну, у меня нету сейчас с собой, у меня нету, ну, слушай, мне срочно надо, хорошо, приди ко мне, или позже позвони, я тебе дам, если тебе надо, срочно. Человек говорит, ну, точно, ну, конечно, можешь быть уверен, я тебе дам эти деньги. Но до вечера мы узнаем, что этот человек нас обманул, это злой человек, неправильно, он обманул, ему эти деньги не надо, на то, на что он говорил, совсем, может быть, на другие какие-то вещи, и он 100% вам их не отдаст, он вас обманул. Ну, как мы поступим с этим человеком? Вот я себя спрашиваю тоже, каждого из нас, как я поступлю с этим человеком, когда он придет и скажет, слушай, помнишь, я тебя просил денег, ты мне обещал дать. Ну, нормально, слушай, не, 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 ты же меня обманул, поэтому, извини, дорогой, я тебе денег не дам. Ты меня обманул. Нормально, правильно? Вроде правильно. У меня вопрос, а то, что этот человек обманул, дает право мне обманывать? Ведь я же ему пообещал, что я дам денег. Это просто я хочу, как домашнее задание каждому из нас, поразмыслить над этим, подумать, да? Про то, что человек делает что-то плохое, неправильное, грешит, дает ли право мне так поступать? Псалом Давида 14, с первого стиха. Псалом Давида. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Задает вопрос Давид и сам же отвечает. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношение на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который, боящийся Господа, славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Вот это он перечислил качество человека, который может пребывать в Доме Господнем, на горе Господней, то есть который имеет дерзновение прибегать к Богу. Вот интересная история, описанная в Библии, которую читал я не знаю сколько раз, да и проповеди, и сам говорил и слышал много раз проповеди на эту тему, и каждый из нас... И вот как-то недавно я обратил внимание на то, что никогда раньше не обращал. Хочу предложить и вам тоже подумать над этим. Это семейка есть такая в Библии, описанная в 27 главе Бытие, Исаак, Ревека, Исаак и Иаков, да? Знаете, правда, таких героев, которые описаны в Библии? И вот момент, там описывается в 27 главе, когда Исаак уже почувствовал, показалось ему, подумал он, что он скоро уже умрет, поскольку он был слепой, он уже ничего не видел, он не мог различить даже лица своих родных детей. В один из моментов он зовет своего старшего сына, ну как старшего, они были близнецы или двойнято, помните, да? Ну, Исава, которого Библия говорит, он любил больше, а Ревека любила Иакова. Вот, и вот он призывает своего сына и говорит, что слушай, сходи-ка, пожалуйста, в поле, поймай дичь, приготовь кушание, которое я люблю. Библия нам говорит, что он любил Исава именно потому, что дичь его приносила ему удовольствие, доставляла ему удовольствие. Ему нравилось блюдо, приготовленное из диких животных. И он говорит, я тебя благословлю, прежде нежели я умрю, я хочу тебя благословить. Исава отправляется на охоту, а мать, которая услышала эти слова, зовет второго сына и говорит так, быстренько бегом иди в стадо овец, принеси мне двое ягнят, я приготовлю кушание, которое любит твой отец. Потому что я слышала, он хочет благословить Исава, а я хочу, чтобы благословение получил ты. И ты пойдешь к отцу и предложишь ему покушать, и благословит тебя отец. Иаков, наверное, почувствовал, что может произойти. Ему сразу пришла мысль, мы очень разные. Иаков понял, что голос Исава он поделать не может. Мы очень разные, даже по виду, по характеру. Исав, брат мой, косматый человек, я человек гладкий. Случится, что отец, заподозрив, ощупает меня. И тогда вместо благословения я получу проклятие. Мама говорит, успокойся, это будет на мне проклятие, ты только сделай то, что я тебе говорю. Она все делает, готовит. Вот мы сегодня слышали, Андреевич говорил о том, что жены, они знают, как готовить, что любят мужья. И она даже с ягнят может приготовить так, что муж не разобрался, это с дикого животного или с ягненка. Ну, не так важно. Иаков заходит в шатер к своему отцу. И говорит ему, папа. Тот говорит, да, я здесь. А кто ты? Ну, я Исаав, первенец твой. И отец задает вопрос, а как это ты так быстро справился? Интересные слова Якова, да. Бог твой послал меня навстречу. То есть быстренько, я, ну, чудо слышилось, я вот уже здесь. Исаак, говорит, а ну, подойди, я ощупаю тебя. Задает вторичный вопрос. Ты это сын мой, Исаав? Он говорит, да, я. Подойди, я ощупаю тебя. Засомневался Исаак. Помните, да? Он ощупал его, руки были обматаны козлиной кожей, то есть мама предусмотрела все. И отец рассуждает вслух. Я представляю, какими шагами подходил Иаков, услышав вот это. Подойди-ка, я ощупаю тебя. И Исаак рассуждает вслух. Голос Иакова, а вот руки Исаава. Подай мне кушанье, которое ты приготовил. Там сказал несколько слов благословения, не торопился с благословением отец. Несколько слов сказал благословения, а потом говорит, а наклонись, поцелуй меня. Не сказал причину, почему. Этот наклоняется, целует отца, и отец услышал запах одежды сына, сказал, как запах поля. Интересно, я тоже как-то подумал, думаю, на его же на шее была козлиная, козленка или стягненка, с овцы, кожа свежая, запах тоже свой имела. Но отец как-то оценил этот запах одежды. Я думаю, если бы это в наше время, было бы попроще, да? Наши охотника не знают. Они одевают специальную одежду, специально брызгают определенными запахами, запахами, чтобы перебить запах тела человека. И он только вошел бы в шатер, то Исаак, наверное, понюхал бы и сказал бы, о, несет как от лося. Это, наверное, точно Исаак, заходи. Запахи вот эти, которые они используют. А там же такого не пользовали в то время. И он наклонился, но отец все равно распознал запах поля. И тогда начал благословлять, благословлять. Он передал слова благословения, благословил своего сына. И написано, вот этот вышел, получивший благословение, заходит второй. И с тем же предложением, отец, встань, покушай дичи сына твоего, чтобы благословила тебя, меня душа твоя. И тот же вопрос, а кто ты? Я думаю, Исаак, наверное, посмотрел и подумал, да, отец точно постарел. Он же только несколько часов назад меня посылал на охоту, чтобы ему кушанье принес, а здесь уже даже не помнит ничего. Кто ты? Исаак спрашивал по-другому, мы знаем, да, по другой причине. Он говорит, я Исаав, первенец твой. И тут Исаав увидел интересную картину. Исаак весь задрожал. В Библии говорит, он сильно затрясся. Задрожал весь, вострепетал. И говорит, а кто же тот, который пришел прежде тебя? И принес мне дичи, я покушал, я его благословил. Библия нам говорит, что Исаав очень сильно расплакался. Не просто как ребенок. Это взрослый мужчина был. Сильный вопль поднял. Там, наверное, Иаков услышал в своем шатре крик вот этот и плач, который был от Исаава. Говорит, отец, и меня благослови. Отец говорит ему, брат твой хитростью пришел и взял благословение. Он и будет благословен. Вот интересно, задумывались ли когда-нибудь вы над этим, и я в том числе, как я уже сказал? Ведь смотрите, что произошло. Ну, возьмем, давайте вернемся в нашу семью, в нашу картину. Что-то подобное произошло. Пришел какой-то сын обманом, что-то забрал. И на данный момент, когда Исаав говорит, что я же Исаав, то был Иаков, отец узнает. Как бы я поступил? Серьезно, это был Иаков, точно. И голос был его, а ну зови его сюда. Ну, правильно, это было нормально? Позови его сюда. Так, Иаков, это что такое? Как это можно понять? До чего ты опустился? Тебе не стыдно пользоваться вот слепотой отца твоего? Как ты мог пойти на такое? Итак, теперь, значит, все, как мы говорим, я беру свои слова назад. Никакого благословения ты не получишь. Оно будет принадлежать Исау, как и положено. А тебе еще меньше достанется того, что ты должен был иметь за то, что ты обманул. Правильно, нормально было? Правильно? Правильно. Исаак так не сделал. Вот у меня вопрос, почему? Это же не аккаунт в банке, что деньги уже перевел, или мешочек с золотом отдал, и забрать назад невозможно. Это же всего-навсего слова были произнесены. Исаак сказал слова, мог бы точно так же их забрать обратно, но он этого не сделал. Люди древности, наверное, больше понимали цену слов, чем сегодня понимаем мы. Люди древности что-то знали то, наверное, что не знаем мы. И поэтому понимал Исаак, что слова уже сказаны, изменить ничего нельзя. А нам иногда кажется, что мы легко можем изменить, мы легко можем поменять, мы легко можем сказать, забрать назад. Мы легко можем человека опорочить, унизить, потом извиниться. Мы легко можем нагрубить, да ничего страшного, я попрошу прощения. Мы можем где-то в кругу своих друзей, когда нет рядом настоящих христиан, вульгарно выражаться, говорить слова грязные, которые употребляются в этом мире, и то в низких кругах, будучи при этом христианами. И думаем, да ничего страшного, это пройдет. Мои дорогие братья и сестры, слова, они имеют огромную цену и огромный вес. И на наши слова обращает внимание Бог. Этот же Иаков раньше немножко дает такой совет. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание, медленно слова, не торопиться что-то говорить, подумать нужно хорошо. Екклесиаст говорит такие слова в пятой главе, первый стих, а потом четвертый и пятый. Не торопись языком твоим и сердце твое, да не спешит произносить слова перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои, да будут немногие. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим, это ошибка, я пошутил, я возьму назад свои слова. Не торопись, для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. А мы иногда, особенно в трудных моментах, можем много Богу наговорить, много наобещать, правда? Мы помним момент, когда Иаков убегал уже потом, попозже. Я не буду, время наше очень быстро уходит, не буду вдаваться в подробности. Вы можете прочитать эту историю. Когда Иаков убегает, как он там обещает Богу, я и то сделаю, и это дам, и так поступлю, и здесь этот будет дом Божий и прочее, но проходит более 20 лет, он возвращается обратно, совсем другой дорогой, идет в Сихем, и там Бог ему напоминает. Хотя, слава Бога, он помнил очень хорошо. Помните, когда перед потоком он борется с посланником Бога? Перед тем еще, когда услышал, что идет Исава, он говорит, Господи, вот брат мой Исав идет, с ним 400 человек, я боюсь его. Ты же мне обещал, ты же говорил, благословлю, все будет хорошо, иди на родину отца твоего, все будет за тебя нормально, но вот сейчас я боюсь, боюсь его. Что интересно, правда, другая эта тема, Бог не сделал из Иакова в тот момент Самсона, который одной челюсти, там тысячу человек сразил, а тут было всего 400. Нет, Бог не то, что его одарил какой-то сверхъестественной силой, Бог даже его хромым сделал, чтобы не то, что он мог сражаться, даже убежать не мог, чтобы показать, что Бог все-таки за этим всем стоит, но это другое. Так что Иаков забыл, что обещал, но Бог помнил, и Бог сказал ему, иди, пойди и сделай то, что ты обещал. Так что на наши слова обращает внимание Бог. Когда мы молимся, когда мы говорим, обещаем, когда мы беседуем с людьми, когда мы говорим что-то в адрес своих детей или чужих нам людей, Бог обращает внимание. «Да будут слова уст моих», – просил когда-то псалмопевец, «и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи». Ефесянам апостол Павел советует такое слово. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Разражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во кресте простил вас». Помоги нам, Господь, мудро поступать в наши жизни, наблюдать за своей речью, за своими словами, думать, прежде, нежели мы что-то говорим, в шутку или всерьез. Потому что, я не знаю, меня как-то по-другому заставила посмотреть история вот этого Исаака с его сыновьями на наши слова. Помоги нам, Господь, всё-таки быть мудрыми в этом. А Господу пусть будет за всё слава. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры подогнал «Симон»